Друзья, доброго времени суток! Добро пожаловать на канал Завода. Меня зовут Дима и мы продолжаем прохождение игры Яга. Это сказочная игра. Ну что, продолжим. Значит, мы помогаем брату Косаря искать 100 копеек. 100 копеек, 100 копеек. Это мы куда? Это мы выйдем. Нет, нам выходить не нужно. Нам нужно найти разбойников, которые забрали эти 100 копеек. Так, это что такое? Это цепь. Этот цепь может не пригодиться. Взять. Так, давайте посмотрим. Что-то он делает. Минус острая вилка. Ух ты, это что такое? Теперь я могу перебраться. Перебраться. Вот как мы можем. Круто, круто. Так. Это разбойники. Ни с места, что тебе нужно. Так, ограбить вы украли. Вы обограли бедолагу, забрав честно заработанные им деньги. Верни их. Ничего мы не крали. Нас самих ограбили. Что? Там мы преступники, но мы не грабим простой народ. А теперь оставь нас, пока мы тебя не проучили. Так. Ииии, что-то непонятно. Вор всегда остается вором. И не важно, кого он крадет. Настал час расплаты. Парни, взять его. О, взял. Ух ты. Так. Какое? Что-то он умеет прикрываться. Так, тихо. Не туда. Сюда. 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 Получу по башке. На, еще. На, еще. Все. Мы всех победили. Так, а где вот он сундук? И тут должно быть столбонет. Так, еще раз. Ну, тут 100 монет не было. И что это значит? Мы быстро перемещаться теперь так можем. Это очень круто. Кстати, надо зайти в одно место. Так. Сказать. Ты вернулся? Говори на чистоту. Разботники поведали мне совсем другую историю. Лучше бы тебе рассказать, как все было на самом деле. О, во что я ввязался. Торговля сейна шла отлично, поэтому я решил вывить немного водки и поставил деньжат на кулачных боях. Это была достойная награда после трудного рабочего дня. Но удача отвернулась от меня, и я проиграл все деньги. Все до последней копейки. Я не мог вернуться к брату без этого. Слышно, я слышал, как разбойки посчитывают свои барыши. Поэтому я это придумал. Кроме того, если крадешь воров, то это уже не считается воровством. Верно. Так, ударить. Отпустить и поругать. Не развязывать. Так, что сделать-то? Давайте мы его отпустим и поругаем. Было глупо так уступать. Надеюсь, тебе это чему-нибудь научится. Мне ужасно жали, Иван. Правда. Так. В итоге мы, получается, его спасли. Так, это у нас выход. Выход в деревню. Правильно? Так, ладно. Сейчас тогда мы сходим в одно место, где можно забрать сундучок, который... Вот. И через эту печку мы быстро переместимся. Так, стоит каменная печь. Взобраться печь. Слегка дрожит, кажется. Она готова взлететь. Так, кипящая лужа. Кипящая лужа нам нужна. Перемещаемся в кипящая лужа. Это ориентиры печек. Так. Где тут это место? Откроем карту. Вот-вот сюда нам нужно. Так. Эээ... Вот-вот сюда мы и переместимся. Так, нет. А если вот так вот? Вот. Так. Разбитое зеркало, медная руда. И монетки. Набрали мы добра очень много. Ну что, теперь можно идти на выход, в принципе. Все мы здесь сделали. Пастуху помогли. Овец собрали. Можно и на выход. Идти за повязкой. Сейчас мы, значит, перемещаемся в деревню. Идем до косаря. Рассказываем всю эту историю. И надеюсь, он нам даст повязку. Судьба Ивана зависит от его выбора. Так. Чему научился Иван? Так. Кто-нибудь обязательно поможет. Плюс один судьба. Деньги приносят несчастье. Сила воли восстанавливается, когда вы получаете золото. Брось это сейчас же. Отбивание удара щитом лишает врагов денег или частей тела. Ух ты. Это, конечно, хорошая штука. Но... Давайте судьбу возьмем. Плюс одна характеристика. И хлебушек лежит. Так. Отправиться. Это дорога домой. Все верно. Я ненадолго зайду в деревню. Очень интересно. Очень интересно. Так. Мы в деревне. Идем до... Госсоля. Вот оно. Ты вернулся. Есть ли новости о моем брате? Твой брат спустил все на выпивку и игры. А затем ограбил разбойников и попал еще в большие неприятности. Опять этот дурак взялся за старое. Дождись его... Дождись его возвращения. Теперь он в безопасности. Видишь, одному богу известно, насколько для него лучше быть связанным, ублюдок. Невзирая ни на что. Благодарю тебя, Иван. Я этого не забуду. И вот... И моя потная тряпка. Осторожно. Она мокрая. Так. Все. Мы потную тряпку забрали. Теперь мы с этими дарами можем, в принципе, идти до... Яги. Так. Давайте сходим по магазинам. В прошлый раз мы не ходили, не присматривались. Мы же что-то купим. Скажи... Скажи-ка, дорогой кузнец, как твоя рука? Не нужна ли волшебная поддержка? Так. Волшебство. За небольшую плату я смогу сделать копию того волшебного предмета, что у тебя есть. Так. Отдать предмет. Так. Это... Это получается просто копию. Сделает и все. Так. Это нам неинтересно. Благословение. Пусть прольется кровь. Будет пролито больше крови. Ваши удары чаще оказываются смертельными. Оказываться смертельными. Нет. Нам это тоже неинтересно. Злой урок. Устранить злой урок. Купить предмет, приносящий удачу. Купить предмет, приносящий неудачу. Непонятно. Зачем нам предмет, который приносит неудачу? Может, это трудности перевода. Так, торговец, у тебя что есть? Так, приветствую. Не хочешь ли купить обереги? Давайте попробуем. Так, первое. Грязные клочья. Инструмент будет проще управлять, если он завернут в это. Ага. Надколотый обсидиановый коготь. Заставляет врагов кровоточить на некоторое время. Угу. Череп дрековаться. Это кто? Молот отбрасывает всех зараженных врагов во время полета. Так, нет. Нам это ничего пока не интересно. Так, а с бабулей поговорим? Ты достал подарки для Баба-Яги? Ты достал червячную кость и тряпку, пропитанную потом бедняка? Я достал. Я достал оба подарка и готов отправиться к Бабе-Яге. Прямо сейчас. И помни, Иван, найди Бабу-Ягу, и она поможет тебе. Если ей потребуется твоя помощь, помоги. Но не проси за свою помощь многого. Если его уйти тебе, мальчик, и коли будешь странствовать, поищи ты себе наконец-таки жену. Да что ж она с этой женой ко мне пристала? Так, тут тоже какое-то благословление или что тут можно? Молитва? Кузнец. Кузнец, не хочешь ли перед уходом получить благословение? Попросить благословение. Бог слышит? Вы чувствуете, что кто-то слушает вас. Так, дальше Бог с нами. Восстановление удачи при убийстве нечисти. Бог дает нам хлеб. Хлеб. Хлеб падает с неба, когда это нужно. Что? За 15 рублей? Давайте вот это купим. Так, ну и что это значит непонятно? Ну, попробуем, как будет хлеб падать с неба. Так, выходим. Угу. Так, Ворон. Ты мне пока не интереса. Так, смастерить. Починить и забрать. Обновить наковальню. Так, починить и забрать. Улучшить наковальню. Так, 300 золота. Нам нужно, чтобы улучшить усиление. А чтобы улучшить руны, так, починка. Вот, починка. Повышение прочности в ходе починки оружия. Улучшение сбора. Шанс получить усиление при сборе руды. Угу. Блин, ну, нужно очень много голды. 200 монет надо. У меня только 200 рублей есть. Так, ну ладно. Мне кажется, в следующий раз. Так, смастерить. Что мы можем смастерить? Так, и что? Допустим, вот так. Это что? Смертельно опасный металл. Легкий металл. Неподвластный времени металл. Металл удачи и везения. Чистые существа из-за этого пора. Это просто ненавидят. Так, а тут что? Поврежденный враг может уронить копейку. Причиняет еще немного больше боли врагам. Заставляет врагов подойти поближе, если его бросить издалека. Что? Заставляет врагов кровоточить на некоторое время. Что это все значит? Аааа, это мы вот предмет так улучшаем. Так, а... Оружие... Когда оружие ломается, с неба падают разные напитки. При поломке оружия появляется рой пчел-помощниц. Так, ну пока руны я не буду использовать. Металл. Наносит урон всем, во что попадает. Сильный. Ну давайте так создадим. Да. Да. Ох, какой у нас он теперь шипастый стал. Круто. Так. Мастерить. А я могу по новой смастерить, если что? Так, ладненько. Пока этого хватит. Выйти. Так, идем. Да, Баба и Яги. Иван выглядит обеспокоенным. Куда он сейчас идет? К Бабе и Яге. Какое время суток? Так, вечером враги слабее всего. На восходе солнце. Так. По утренней рассе он может дольше продолжать свой путь. Так. И в полдень. Удары сильнее. Так, выбрать нам удары или слабые враги? Давайте слабые враги выберем. Нет, удары. Я же улучшил еще молот. Он будет так сильно бить, а это еще сильнее, сильнее бить. Ну, по сути, это ничего не меняет. Да ладно. Уверен, но входит в лес Иван широкоплечий. Хорошее местечко для совместной встречи. Так, мы очнулись. Идем к Бабе и Яге. Так. Ого, как меня откинуло. Я не пойму, он отбивает, что ли? Ну, кровотечение, короче, работает. Так, печку. Давайте ее почистим. Починить. Поискать. Хлебушек. Выйти. Хлебушек подобрали. Пока мы перемещаться быстро не можем. Нам нужно, как минимум, две точки. Чтобы быстро переместиться. Здесь ничего интересного нет. Ладно. Идем, значит, дальше. Идем к Бабе и Яге. Давайте наверх сходим, посмотрим, что тут. Так, медведь. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Подбираем части тела. Ну, это было легко. Ой, еще и оглушил. Интересно, а как улучшать? Я бы себе развил эту способность. Хотя кровотечение тоже хорошее. Как быстро враги умирают. Так, и пчелиный рой мы уничтожаем. Так, а тут что? Тут непонятно. Тупик. Значит, идем выше. Так, от. Это еще одна печка. Взаимодействие. Так, чиним, чистим, ищем. Так, значит, взбираемся и перемещаемся к другой точке. Горящий валун. Так, это мы были наверху. У нас вот еще дорога могла уйти вправо. Давайте сейчас исходим вправо. Как говорится, налево пойдешь. Так, опять враги. Еще и кабан, который камушками стреляет. Или чем он? Так, ну, с ним мы быстро справились. И с медведем довольно-таки быстро тоже. Сундучок. Вот сундучок с монетками. Окровавленный ботинок есть и обрезанные крылья. Еще одна монетка. Еще одна монетка. Так, ну, неплохо так мы зашли. За уголок. Чтоб никто не уволок. Сундучок там нашли и наживились предметами. Скорее всего, они потом понадобятся нам для крафта. Но это мы узнаем потом. Так, а это что такое? Эй, пс, дай мне что-нибудь. Я открою тебе секрет. Старое дерево. Так. Что, что тебе можно отдать? Кто-нибудь дешевое давайте отдадим. Вот. Дать предмет. Наивные крестьяне. Я не понял, он меня обманул? Ой, вот возьми, забирай обратно. Так, я еще могу атаковать. Так, монетка. А если еще раз? Так, еще монеты. Хорошо, хорошо, забирай все. Еще могу атаковать. Мужик! Хорошо, я буду молчать. Почему? Ой, сколько мы всего набрали. Прям очень много всего. Монетки. Острея стрелы. И еще что-то там упало. Потом разберусь с этим. Так. Медведь опять. А вот как это работает. Ага. Ой. В общем, этой рукой, которая, рукавилка, мы будем называть ее так. Рукилка. Ей можно притягиваться к врагам, и враги будут останавливаться. Ну, глушиться. Буквально на несколько секундочек. Так, закрываем. Что нам не подарить? Нам нужно поискать. Печи ничего нет. Ну, значит, выходим, пока она нам не нужна. Так. Оу. Это курочка ряба, наверное. Ого, какая она большая. Привет. Как тебе моя курочка? Большая. Потрясающе. Никогда не видел ничего подобного. Да, она прекрасна. Надеюсь, что скоро она начнет нести яйца. Яйца? Они будут такие же огромные? О, да. Представляешь? Тогда ты сможешь накормить одним яйцом всю деревню. Только представь, какой омлет получится. Так, что же она ест? Ей нравятся волшебные кукурузные зернышки. Да и один початок, и она исполнит любое твое желание. Так, а у меня початка такого нету. Я думаю, скорее всего, мы дальше где-то можем его найти. Я вернусь. Хорошо, может быть, она даже снесет тебе яйцо? Как знать. Найди початок, возвращайся. Ничего другого она не ест. Так, в общем, нам нужен початок для куры-чкиряба. Так, а это что такое? Это алтарь посвящен богу музыки и волшебному Виллису. Так, очистить, напасть. Давайте почистим. Что такое? На землю что-то упало. Алтарь почти нечищенный. В общем. Ладненько. Может, там подношение какое-то можно сделать. Так, что-то вас много. У меня жизни мало. Так. Быстро восстанавливаемся. Ой-ой-ой, что-то очень много вас. Вот, все, справились. Хлеб мы вовремя скушали, но у нас увеличивается неудача. Что это может значить? Пока непонятно, к чему это приведет. Так, это яма, пещера. Ой, сколько тут всего добра. И можно взаимодействовать. Руна чтения. Угу. Хорошо. Это новая руна, которую можно ставить в оружие. У нас уже было три. Так. И? Алтарь почти неслышно гудит. И сделать больше ничего нельзя. Ну, ладненько так. Так. Здесь курочка у нас сидит. Дорога закрыта. Значит, идем сюда. Опять враги. Так, а с двумя справился. Остались сметатели топоров. Так. Один остался метатель. Так, все. Со всеми справились. И я думаю, стоит скушать хлеб. Потому что жизни у нас было уже очень мало. Так. Это что такое? Так. Это что такое? Это початок. Тепящий крестьянин. И? Так. Просыпайся или украсть початок. Что нам сделать? Ну, мы воровать не станем. Мы разбудим. Эпс. Проснись. О, привет. Уже вечер? Если я работал весь день, то, по-моему, заслужил небольшой отдых. Можно мне взять здесь немного хрустных? Я приберег это их на потом. Мне больше ничего есть, кроме этого. Так, давайте обменяем. Так. Я могу тебе дать хлеб? Годится. Отлично. Обменяли золотой початок на хлеб. Давайте еще чуть дальше. Да. Чуть-чуть дальше сходим. Посмотрим. Разведаем, что тут. Опять враги. Так, это волки. Волки, волки. Ну, с волками мы справляемся очень быстро. Так, и с этими животными тоже мы быстро справились. И здесь ничего нет. Ладненько. Идем тогда дальше. У нас была дорога наверх. Может, что-то здесь интересное будет. Медведь. Что за монетки? Какой-то звон непонятный был, монеточный. Так, здесь тоже никого. Так, а это печка. Давайте мы ее почистим. Или она чистая? Старая, но ухоженная. Поискать. Печи ничего нет. Ладненько. Идем тогда дальше. Идем, значит, к Бабе-Яге отдавать. Точнее, не к Бабе-Яге, а к курочке Рябе. Рябе. Дадим сейчас ей початок, и она нас пропустит. Вот, цып-цып-цып. Так, дать початок. Где он? Вот он. Дать предмет. Ир. Чик-чик-чик-чик. Правда, золотое яичко снесла. Ой, она оставила тебе подарок. Счастливого пути. Золотое яичко. Хорошо. О, это что за место такое-то жуткое? А что такое? Люди. Молот вот-вот сломается. Так, так, а как его починить-то? У меня есть еще один молот. Снять. Избранные детали. Наковальное задание помощь. Так. Давайте тогда другой молот возьмем. Дедушкин молот. Так, его мы потом попозже немножко почистим. Ой, почистим, починим. Так, что тут у нас? Ого, а это что такое? Так, ты кто? Ой, 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 ой. Ой, ой, ой. Ой, ой, ой. Это что? Это муха-цикатуха? Или что это такое? Непонятно. Пока мы справляемся. Ой, ой, ой. Чуть-чуть зацепил он нас. Так, убегаем, убегаем, убегаем. Потяни, можно определить. Ой-ёй-ёй. Все, убили. Пуковац, молю, пощади меня, я не хочу умирать. Мы можем напасть, пощадить, потребовать плату, либо подбросить монетку. Блин, ну он меня хотел убить. И там еще на входе были люди какие-то, превращенные в статуи. То есть их он не щадил, Буковац. Почему это я должен его щадить? Он же хотел меня убить, тем более вот под ногами костей много. Нападаем. Ой-ёй-ёй, из него сыпется сколько всего. Мне кажется, это плохой герой. Так, два, тридцать частей тела, кишки Буковаца какие-то были и монетки золотые. Так, а это что у нас? Монеточка медная руда. А вот она и курочка ряба на кури... Ой-ёй, курочка ряба. Избушка на курьих ножках. Так, здесь должна быть Баба Яга. Вот она. Подойди поближе, путник. Яга меня зовут. Я могущественная ведьма. Так говорит Люд. Прежде чем я узнаю, кислый ты или сладкий, скажи мне... Ты додумался принести мне подарок или нет? Яга, я пришёл к тебе с советом и принёс кое-какие подарочки. Надеюсь, он тебе понравится. Червивая кость из могилы и пот человека, который беднее раба. Это довольно омерзительное, но я согласна. Я выслушаю тебя. Скажи мне, кузнец, как оказался-то в этих местах, что привело, печаль или радость, отвага или страх? Меня привёл сюда... Царь? Мне нужна твоя помощь. Тут задание у меня лично от самого царя. Скажи мне, Иван, с чего мне помогать тебе? Я очень сильно занята и без тебя забот хватает. От этого зависит моя жизнь, обещание, удача, верное решение. От этого зависит моя проклятая царь, убьёт меня, если я не принесу к ногам силушку богатырскую. Помоги мне, Баба Яга, моя жизнь в твоих руках. Лишь от тебя зависит, буду ли я жить или носить или не жить. В моих руках, чем я тебе могу помочь, милок? Хорошо, милок, помогу тебе, так и быть. Если законный царь желает получить силушку богатырскую, нет в этом случае ничего лучше золотого яблочка. Так, где это яблочко? Теперь куда мне держать путь? Далеко ли яблоко находится? Не переживай, милок, один день дороги, и ты на месте. Между зерном и пшеницей, в полях залитым солнцем, обильно яблоко растёт, охраняемый жарой сильной. Не нужно просто сорвать его? Придётся ли мне сражаться? Ничего не даётся просто так, но сражаться тебе придётся. Дерево это страж охраняет, который не одет почти. Украдёшь лага, яблоко и печалится, оно станет. Это ты учти. Так, где это? Куда теперь мне держать путь? Не переживай, милок, один день дороги, и ты на месте. Это я помню. Так, между зерном и пшеницей, да. Спасибо, Баба Яга, помогла ты мне. Пустой, милок, но есть у меня просьба к тебе. Только ты яблоко с дерева сорви, делай как просила, и ко мне приходи. Так, как мне тебя найти? Ну как я тебя найду? Ты будешь ждать меня здесь? Не волнуйся, милок, я буду неподалёку. Ступай, мой дорогой кузнец. Хватит болтовни. Найди яблоко. Отправляйся, иди в пашиные земли. Ступай. Яблоко поспелое, чтобы не испортилось оно, тебе нужно спешить, иначе задание можешь провалить. Переступай, дорогой кузнец, поработай своей крепкой рукой. Если тебе нужны чары колдовские, может приворот. Так, благословение. Нет, мне пока ничего не нужно. Так, мы, значит, идём в пашиные земли за яблочком. А вот и путь в пашиные земли. Судьба Ивана зависит от его выбора. Так, чему научился Иван? Судьба благоволит смельчакам. Деньги это сила. Больше денег, больше урона. Переходим к следующему. Скорость увеличения... А, скорость увеличивается после убийства существа рукопашным боем. Давайте судьбу выберем. Так, ну что, отправляемся, значит, в пашиные земли за яблочком. Там-то. Там-то. Продолжение следует...